добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль toyota harrier 2003 года выпуска 2.4 полный привод на этом автомобиле мы сегодня почистим друссельную заслонку что человек заметил когда идет по трассе и заезжает в город педаль газа немножко как бы подвисает какое-то время в городе приходится вид газу даешь ага сбрасывать она как бы ее держит еще проезжать буквально говорит километров 5-7 или ты все возвращается нормально нормально сбрасывается обороты но это основной симптом снимем помоем почистим продуем и попробуем ее там как на некоторых автомобилях проходит обучение также попробуем сделать здесь чтобы сразу обороты у настали в норму после прогрева для этого мы сейчас открываем капот и смотрим как добраться до дроссельной заслонки нашей открыл капот наша дроссельная заслонка находится аж вот здесь сзади двигателями спереди сейчас мы снимаем крышку двигателя пластиковым откручиваем две гайки головка на 10 и вот немножко неудобственно но тем не менее не менее можно подобраться наша дроссельная заслонка ну что скидываем клемму аккумулятора снимаем воздуховод для начала отключаем ее она у нас не электронная она у нас получается механическая вот на нее трос газа идет откручиваем нижнее крепление патрубка забора воздуха который у нас с воздушного фильтра идет хомут головочка там на 10 также откручиваем такой же хомут сверху на корпусе воздушного фильтра снимаем разъем датчика на воздушном фильтре и снимаем крышку воздушного фильтра снимем крышку чтоб нам было удобнее снять патрубок вверх тянуть его потому что там сзади компенсатор стоит чтоб нам этот компенсатор не откручивать потом мы его снимем вместе снимаем вентиляцию картерных газов который идет на воздуховод какой фильтр грязный видать давно не меня надо спросить снимаем вот теперь снимаем здесь сзади под руки стоит клапан вот он у нас шланг зажиме и вот стянули вот такая вот штучка вот компенсатор все видим мы нашу дроссельную заслонку крепится на у нас тремя болтами на 12 сверху головка на 12 также у нас на ней надо отключить два разъема сейчас я поближе покажу отключаем вот эти два разъема 1 и 2 отцепляем трос газа но в принципе трос газа мы можем отцепить и потом когда вытащим заслонку вот он один болт на 12 вот он я свечу за тросом второй болт и вот сзади он там третий болт также вот еще нам надо будет отключить вот этих два патрубка которые на 8 приготовить болты чтобы нам антифриз не потерять снять один заглушите снять 2 заглушить болты воткнуть это охлаждение заслонки но все здесь сейчас будет немножко неудобно и снимать и показывать я в целом обрисовал что нужно сделать сейчас я снимаю и покажу уже и разъемы его оба снял отцепил болты ослабил я так полагаю что здесь дроссельная заслонка наверное никогда не мылась это мои домыслы так вот я ее отцепил также здесь на заслонке вакуумный еще разъем есть не разъем а патрубок снимаем его снимаем теперь два этих шланга на охлаждение приготовил два болта десятки вот такие пассатижи для удлиненные круглогубцы для того чтобы кому ты опустить вниз одного и второго патрубка теперь этими же круглогубцами ослабляю шланги сильно не давите чтобы не согнуть трубку чтобы только шевельнуть она шевельнулась вторая шевельнулась теперь берем болт в одну руку скидываем давление на радиаторе на расширитель вот эту крышку радиатора открутим чтобы если давление у нас системе есть сбросить его закрыл и снимаем наш шланг самое удивительное шланг снял оттуда не ничего не побежало снимаем второй шланг снял второй шланг из него тоже ничего не побежало почему-то надо проверить уровень охлаждающей жидкости я подозреваю что он маленький потом соберем проверим вот она наша дроссельная заслонка откручиваем трос газа кронштейн на 100 мы просто ослабляем вот эту верхнюю галечку ключик здесь на 12 только верхнюю ставим нижнюю не будем ослаблять мы потом этой же гаечкой зажмем и у нас останется рабочий зазор вот заслонка вот такая она честно сказать я даже не скажу что она сильно грязная вот этот болт было неудобно снимать я его сейчас вытащу вот эту прокладочку я сейчас ее протру и смажу силиконом и поставлю на место идем мы беру такой очиститель карбюратора и дросселя фирмы вэлф беру вот такую дроссельную заслонку фирмы вообще тойота написано на ней аллам по моему написано и начинаем ее промывать что хочу сказать вот она держит то ли из-за грязи то ли что они нету выработки смотрите она держит жидкость жидкость тазик не течет обычно заслонку начинаешь брызгать и она сразу протекает тазик а здесь такого нету вон она вся внутри жидкость вот так вот чисто японец видите практически здесь намокла чуть-чуть отмывает очень хорошо сейчас я ее поставлю маленько постоит покиснет и еще помою вроде всю намочил жду вот так вот выглядит теперь эта заслонка помыл ее здесь и здесь продул получается механическая заслонка она перекрывается полностью если у электронной есть небольшой зазор атакует вот и она закрывается полностью закрывается жидкость даже протекает очень плохо вообще практически она не протекает ставят на место ура свет дали можно посвятить так ну что берем подлазим и одеваем шланги начинаем шлангов нет начнем мы троса газа вот так сняли также мы его и одеваем болт вот этот неудобно было там ставить поэтому мы вставляем сразу отсюда а эти два их удобно снимаем видите даже болт сухой антифриза нету одеваем один патрубок достаем второй болт нет здесь что-то маленько накрится и одеваем второй патрубок все по трубке оба я одел теперь наживляем заслонку вот вот я наживил наживляем третий третий болт я наживил теперь равномерно чуть-чуть подтягиваем рукой а дальше плечом будем так все затянул одеваем на место разъемы один второй одеваем на место хомуты на патрубке надеем что все все разъемы на место трубок вакуума. Получается заслонку мы закрепили и все к ней мы подключили. Дальше мы собираем наш воздуховод. Заводим его за шланги. Здесь газовое оборудование стоит. Одеваем сюда. Одеваем вентиляцию картерных газов. Одеваем на место хомут. Так получилось. Одеваем на место фильтр. Одеваем на место крышку воздушного фильтра. Разъем надел датчика расходомера воздуха. И вот здесь крышка встает в пазы. Опускаем ее. И закручиваем два болта. И вот здесь мы где на резинке снимали вот этот клапан. Ставим его. И там у нас еще потрубок. Защелкиваем на трубок. Одеваем минусовую клемму. Ну и пробуем заводить. Стороп. Укран. Разъем. 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 Дискан. пробег в автомобиле 239 тысяч обороты машина холодная обороты 1000 где-то 1200 получается сейчас посмотрим маленько погреется сейчас даже газовать не будем я думаю что здесь ничего обучать не надо она сама все понимает греем ждем все закрыл я клапанную сверху пластиковую крышку на клапаны нашел чтоб подтекает клапанная крышка в принципе она не подтекает она потеет и вот те разводы которые сзади были это как раз бежит с клапанной крышки вот они и вниз по блоку стекают поэтому скажу что надо прокладку заказывать и менять ее заменим также нашел что здесь нам стойкие вкулки заднего стабилизатора надо делать антифриза было действительно мало 400 грамм добил двигатель отработает мягенько устойчиво обороты пойдемте посмотрим обороты так получается где-то 600 оборотов возвращается нормально в норму температура в норме ну и все все замечательно на этом все промывку дроссельные заслонки мы закончили обучать здесь и не пришлось она механическая на этом нашем харьере всего вам добро